Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это очередной влог новостей касаемо The Isle of Rima. Ну а в сегодняшнем ролике мы поговорим о людях в игре. Хотя по факту много уже сказано о них на канале, есть куча информации, лор и догадки. Для тех, кто не смотрел, советую поворошить плейлист новости, чтобы потом не спрашивали, Sky, а где тот или иной ролик. Да, и небольшая вкусняшка будет, конечно же, опять. Итак, люди в The Isle это неотъемлемая часть лора для всех игроков. Никто пока не знает, в какой именно момент они появятся в игре, но то, что мы узнаем об их присутствии на острове, мы услышим звуки выстрелов или встретим вживую. Уже многофункциональнее, чем видели до этого. Кстати, да, сейчас они отключены даже на UOF серверах, то есть работа над ними ведется. На какой фазе, они пока неизвестны. Это известно лишь команде Кьюалити. Кстати, мы также их увидим на ветке хор-тестинг. Да, и вот ловите спойлер. Концепты будущего транспорта, но о них в конце. Ну, а прежде чем мы продолжим. Для тех, кто не знаком, еще раз вашему вниманию. Для новичков представляю давно мне знакомый проект по The Isle The World of Dinos. Вы долго искали сервер в Легасе, где не будете чувствовать себя утиснутыми правилами? Тогда этот выбор идеален для вас. Начните изучать удивительный мир динозавров, полностью погрузившись в атмосферу доисторических времен. Насладитесь приятной игрой полу-кос сервера и почувствуйте новые эмоции. Часто проводящиеся ивенты и вкусные плюшки. Станьте первооткрывателями. Вперед навстречу приключениям. У сервера есть собственный сайт по покупкам динозавров и цены не кусаются. Также спешу сообщить, что сервер в скором времени откроет свои ворота в мир для игроков Эврима. Ссылки все будут в описании. Заходите в Дискорд. Здесь будут интересные розыгрыши, даже очень вкусные, которые не проводил никогда ни один из известных мне серверов. Играйте и наслаждайтесь игрой. Админы всегда на связи. Итак, едем далее. Давайте чуть о вкустяшках, что известно на сей момент об игре. С обновой затягивают. На своем пути Эврима я такого не видел. Говорят уже о выходе обновы чуть ли не в августе. Вышел очередной фиг, справка и усе на этом. Короче, команда разрабов нежит с подсолнцем походу в каком-нибудь Майами. Ладно. Следующая инфа. Рексы и Трайка все-таки хотят выпустить одновременно в игре, чтобы не сломать до конца хромающий баланс. Вот это, конечно, найс. Спарринг между Трайком и Рексом уже представляю себе. Теперь инфа про Алазавра. Выход Алазавра состоится одновременно с Майозавром. Но это, возможно, не точно. Сто пятниц на неделю у Донди. Механики уже достаточно прокачаны, как говорят. А когда мы их увидим, нет точной даты. Возможно, но не факт. Месяц три. Короче, до конца года. Возможно, аж до четырех целых динозавров. Алик, Майк, Рекс и Трайк. Если это реально будет, то Донди просто крутой мачо будет для меня до конца жизни. А теперь вернемся к людям. Концепт автотранспорта для людей в игре. Много раз я говорил о них в роликах. Обратите внимание. Грузовой автомобиль для перевозки контейнеров с динозаврами. Квадроцикл. Мотобайк софт Эндура. Для пересечения по неровной местности. А также небольшой пикап. Если его можно так назвать. Конечно, две вещи из этого я могу с легкостью представить себе в игре. Мотобайк и квадроцикл. Гонять по равнинам, карты Гэтуэй. И удирать от стаи каких-нибудь Омни Рапторов. Было бы весело. Но вот грузовик для перевозки клеток с динозаврами я себе трудно представляю. Скорее всего, для какого-нибудь РП-сервера. Прямо с долгим отыгрывающим себя сюжетом. Углубленным в лор игры. Пикап, ну, может вжиться в игру. Но тоже такое себе. Конечно, это будет не на всех серверах. Да и, как я говорил неоднократно, автотранспорта на карте будет совсем ничтожное количество. Плюс ко всему, нужно будет найти бензин и аккумуляторы к ним. Так что, если кто-то думает, что здесь можно будет устроить какой-нибудь GTA, нет, господа. Что вы думаете об этом? Пишите скорее комментарии. Буду рад почитать. Ну и палец вверх, подписка на канал и бацей в колокол обязательно. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!